Строительство того самого стратегически важного моста через Сухой Лиман продолжается. Этот долгострой то замораживали, то возобновляли. Но на этот раз похоже окончательно. Работу планируют завершить к началу туристического сезона. Ну а пока вечный потом помогает автомобилистам Одессы и Черноморска. У нас переносятся коммуникации, набиваются палы и подготовляются все для того, чтобы влаштовывать земляное полотно на подходе к этому мосту. В середине месяце было подписано договор на выполнение работ на сумму 104 миллионов гривен. И сегодня выполняются в полном обществе эти работы. Проект моста не единожды корректировали. Сначала переход находился в коммунальной собственности Черноморска, но был переведен на баланс государственной структуры, службы, автодорог. Для будильництва мостовой споруды, в данной, они в большинстве используются локально. Это украинский производитель. Если говорить о влаштовании гидроизоляции, можно добавить каких-то минеральных домишек до асфальтобетона, чтобы верхние шары были более мощными, более жизнедривальными, можно сказать, что 3-4% от этого строительства будет складывать какие-то иноземные материалы. Но вообще эта споруда используется только национальным производителем. Вот материалы, которые вырубляются в Украине. Это доброе для экономики Украины. Я думаю, что мы движемся до того, чтобы все-таки залучать в дорожное строительство только материалы собственного производства. По узкой потонной переправе через Лиман могли проехать лишь грузовики, не тяжелее 20 тонн. Из-за чего еще в 2008 году заговорили о строительстве мостового перехода. Однако его возведение постоянно откладывалось из-за отсутствия финансирования. Лишь спустя несколько лет, в 2016-м, проект утвердили и взялись за строительство. В августе 2019 года процесс по понятным причинам приостановили. И вот постепенно появляется финишная прямая. По словам главы службы автодорог, уже к лету у одесских и черноморских автомобилистов появится новый путь.